Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Ну что, начнем со скандала, который вот просто нисходит с первых полос по поводу наших Кокорина и нашего Мамаева Да, но у нас есть две такие великие темы, это подставка Увольнини, вернее, Кареры и Мамаев-Кокорина Ну давайте с Мамаевой и Кокориной начнем Ну с Мамаева, так с Мамаева Как они там? Сидят, сидят, кушают рисовую кашу, всем, чем можно быть в такой ситуации, довольны? Довольно Молодцы, а мне кажется, они просто уже сейчас так претендуют на хорошее поведение Они хорошие мальчики, хорошо себя ведут и кушают кашу Ну, скажем так, лампочка-то встряхнулась у обоих прилично Если в первый момент, вот когда они только явились в Главное следственное управление ГУВД на первый допрос Явились сами, их не доставляли Такое впечатление было, что они не понимают, куда они попали То сейчас они очень хорошо это осознают Они были уверены, да, что им это сойдет с рук Ну не то, чтобы они были уверены Ну, как бы, ну, понимаете, они еще вроде как не вырвались из своей среды Сейчас они от нее очень хорошо оторвались И понимают, где они, кто они сейчас Именно сейчас И понимают, скажем так, что перспективы не очень радужные Ну вот, кстати, по поводу перспектив Сейчас уже, ну, вот пик скандала прошел, да, который был, да Сейчас поутихло немножко все Ну, я бы сказал так, первая волна прошла Я хотел, я упустил вот ход событий Там, значит, Краснодар все-таки отказался от футболиста Краснодар намерен и намерен совершенно четко разорвать контракт Но пока этого еще не произошло Пока этого не произошло Более того, Краснодар обратился в палату РФС по разрешению споров Которая обычно разбирает жалобы игроков на клубы, да Ну, есть там невыплаты какие-то или какие-то контрактные споры Здесь ситуация не банальная, здесь клуб обратился в этот орган с тем, чтобы помочь разорвать контракт Пока контракт действует, пока он не разорван И даже заседание палаты еще не прошло, потому что, ну, как бы один из, ну, ответчик, скажем так, не может физически там появиться Но намерения Краснодара совершенно такие четкие И я думаю, с Мамаевым контракт будет точно разорван А с Кокориным и Зенитом что там? Что касается Кокорина, то здесь надо проследить просто одну вещь Если на апелляции в Мосгорсуде по поводу заключения их под стражу Да, вот по поводу выбора меры пресечения Адвокаты апеллировали на это решение За Мамаева не было ни одного ходатайства, ни одного прошения То Зенит целую кучу документов подобного рода выкатил Положительная рекомендация, ходатайство от команды, ходатайство от главного тренера и так далее Не помогло, но это свидетельствует о том, что Зенит, в общем, за игрока намерен, ну, бороться И просто так разрывать с ним контракт, пока, я думаю, не спешили И, насколько я помню, да, сейчас, Лера, секундочку Насколько я помню, даже администрация поменяла свое мнение Потому что в самом начале, я не помню кто, ты наверняка помнишь Кто-то из них говорил, что мы за это будем наказывать очень жестко А потом вот эти же самые люди прислали вот эту вот характеристику положительную, да? Ну, наказывать-то они точно будут, я в этом не сомневаюсь Что Зенит накажет и накажет прилично, ну, как минимум по финансам, да? Но это не означает автоматом разрыва контракта Даже можно посмотреть позицию официальных сайтов клубов по этому поводу Как только это произошло Краснодар сразу обозначил свое намерение разорвать трудовые отношения Зенит, безусловно, гневно осудил и так далее Но там ни слова не было сказано о том, что мы намерены разорвать с Кокориным контракт Так, они продолжают сейчас получать зарплату, да? Контракты не разорваны, они все еще зарабатывают деньги Денежки в капы, да Я еще вот как бы хотела, но не то, что вопрос Лера, давай вот вопросик оставь на потом, мы сейчас прервемся Да, у нас две-три минуточки, мы продолжим «Стране о спорте» Доброе утро Итак, это «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» И мы говорили про Кокорина и Мамаева Вот хотела я крик души просто сказать Все ждали, пока он отправится от травмы Не держите в себе Да, человек начал хорошо играть, в него поверили Он тоже радовался И как-то мы еще переживали, что он не попал на поле во время чемпионата И тут вот так вот выйти, просто на финише Ну вот нельзя сказать неэфирное слово Как такое могло произойти? Куда кто не доглядел? Почему у него произошел такой разворот в голове? Нет, ну тут все объясняется очень просто Поставьте себя на его место Вам условно 20 лет Вам падает 15 лямов в рублях каждый месяц на карточку Упало раз, вы купили все, что хотели Упал второй, упал третий И вы постепенно, ваши мозги перемещаются в какую-то иную реальность Вы на другой планете оказываетесь Вот Я не то, что хочу сказать, что большие деньги порождают безнаказанность В принципе, нам может быть и надо это сказать Ну мораль эту читать я не хочу Просто, на мой взгляд, далеко не все молодые люди Неважно их род занятия, но в том числе и спортсмены В таком возрасте могут адекватно реагировать на такие суммы, которые на них сваливаются Да, безусловно, они, я не хочу сказать, что они получают их незаслуженно Профессиональный спорт тяжелейшая вещь Тяжелейшая, связанная с травмами С отказом себе во многом и так далее И они этих денег заслуживают, вопросов нет Ну, на мой взгляд, заслуживают Но крышу, планочку, многим сносят Вот, я думаю, это тот самый случай Просто снесло планку А вот еще я просто вот саму ситуацию про дружбу, да, хотела рассмотреть То есть они вроде как вдвоем все это делали А потом Мамаев внезапно стал засылать адвокатов Которые говорили, что Мамаев готов свидетельствовать Все расскажет, все покажет Будет проходить свидетелем, только лишь бы не быть обвиняемым Тут, на мой взгляд, все просто Я, конечно, не юрист Но вот за эти две недели пришлось вникать в вопросы Я так понимаю, что это просто стратегия защиты Которая связана с тем, что Преступление, совершенное по сговору Или в группе Оно тяжелее, чем порознь И просто линия защиты такова, что Я бил одного, условно, а я бил другого Я думаю, что это просто такая, ну, тактика и стратегия Не более Ну, а вот если говорить про Мамаева, с которым сейчас все-таки будет разорван контракт Есть ли у него какие-то шансы потом вернуться в большой спорт? Или куда его судьба заведет? Ну, Рамзан Ахматович там выступил Ну, во-первых, Рамзан Ахматович сказал, что Ахмат готов взять на перевоспитание Да, обоих Президент Урала в интервью нам говорил, что А я не вижу тут ничего такого Да, там, должны наказать, безусловно Но когда наказание это последует Урал тоже готов Вот, ну, как минимум два варианта А в Урале такие же зарплаты? Меньше Безусловно, меньше Но, извините меня, если ты вышел Из мест лишения свободы Даже если ты там пробыл два месяца А, это, ну, просто банально по времени Некий простой, ну, окей Это быстро компенсируется, да, форма набирается Но это некий моральный урон В том числе и работодателю, который принимает тебя на работу Ведь будут же тыкать пальцем Ага, ты взял этих и этих Нет, без команд не останутся, безусловно Безусловно, не останутся Другое дело, что Если вдруг последует Наказание в виде реального срока лишения свободы То не стоит забывать, что Мамаеву уже, по-моему, 30 30, и если Стрельцов сел в 20 И не играл 8 лет, если я не ошибаюсь На профессиональном уровне Но все-таки в 28 вернулся на поле и сумел Ну, не просто себя проявить А проявить здорово, несмотря на все, что с ним случилось Ну, там тоже, кстати, непонятная история была До сих пор говорят, что, да Ну, вроде бы, личный заказ Заказ Хрущева был, вроде бы, да Из-за ситуации с дочкой Фурцевой Которую Эдуард послал подали На предложение, значит, жениться на ней Но не суть Возвращаясь к Мамаеву Мамаеву 30, и в этом возрасте Условно, там, в 33 Вот если он вернется на поле Еще и после такой ситуации Ну, непонятно, что будет Не хочу каркать Возможно, наказание будет не таким строгим Но даже если вдруг сейчас Вот они уже выходят Я думаю, не надо брать их вместе в одну команду Потому что они вот прям однозначно Плохо друг на друга влияют Так они в одной не играли А? Ну и в одной А, ну то есть Валерий, секундочку Краснодар и Зенит Это две разных команды А что они тогда тусили вместе? Могли бы и не тусить Ну, друзья Друзья по жизни Ну, многие футболисты из разных клубов дружат Несмотря на, там, то, что клубы Могут являться принципиальными соперниками Надо им судебное предписание Чтобы они не дружили больше Тогда меньше урона Давайте мы прервемся Давайте И скоро к вам вернемся, друзья Как обещали, друзья, мы вернулись Сегодня у нас в гостях Руководитель новостной службы Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Вячеслав, доброе утро еще раз Доброе утро Здравствуйте А я, кстати, хотела в нашу беседу Пригласить зрителей и слушателей Если вы не против 8-909-928-1819-9 Ватсап, вайбер, смс-сообщение Если есть вопросы, пишите Ну и, конечно же, вк.ком Слэш страна.ф Ну, мы начали говорить про Кокорина и Мамаева Мы же продолжаем давно Мамаева-Кокорище Да-да-да, там много там всяких вариантов Уже там миллион практически Сейчас в интернете Я слышал, мне не помню, кто говорил Но говорили о том, что Кокорин-то Я не хочу, как бы, говорить негативно О человеческих качествах Ну, вот это чье-то оценочное суждение Скажем так, что никто не придирался Что Кокорин сам по себе парень очень неплохой Но якобы, когда вот он встречается с Мамаевым Встречался В плане дружеском, естественно То вот начиналось вот это вот то, что у них начиналось И чем в итоге, к большому сожалению, все вот завершилось Ну, скажем так, футбольный мир, наверное, разделяет эту точку зрения В том смысле, что очень многие люди О Александре Кокорине говорят, что, ну, реально нормальный парень Да, наделенный большими деньгами И большим, кстати, талантом Но, ну, по человеческим качествам Ну, действительно, неплохой пацан Ну, говоря по-простому, да У Мамаева характер посложнее Но, возможно, вот этот микс Да, действительно, вот давал вот такой вот результат Потому что мы помним шампанское в Монако Да, но там не было никаких уголовных преступлений Ну, там криминала не было, на самом деле Просто было стыдно Ну, там было, да Там как бы, ну, не к месту, мягко говоря Ну, там чисто по-человечески просто не храб Ну, и по спортивному тоже, конечно Ну, да, это все было Да даже по спортивному Они в отпуске находились Это вот с чисто моральной точки зрения А сейчас, да, вот такой вот инцидент Ну, да, в принципе, да Говорят, что Саша Кокорин Парень неплохой, действительно Ну, что, тогда, может быть, все-таки перевоспитают? Посмотрим, как будет развиваться ситуация Ну, не нам отвечать на этот вопрос Не нам, не нам Ну, сначала надо наказать Ну, я одно могу сказать Я об этом уже писал у нас в издании Могу вот сейчас повторить На мой взгляд, должно последовать Я не давлю на суд А то меня уже стали в комментариях наши пользователи обвинять Не давлю, я высказываю свою точку зрения Жесточайшее наказание в финансовом плане Ну, то есть, раздеть буквально до трусов В финансовом смысле Но не лишать возможности играть в футбол Пускай вот договорятся с потерпевшими Компенсируют ущерб Пускай заплатят гигантские штрафы государству Исправительно-трудовые учреждения Только называются у нас, к сожалению, исправительными Вряд ли они там исправятся Пускай идут, заглаживают вину на футбольном поле Это моя точка зрения А вот играть в клубах в родных имеется в виду? Ты о чем говоришь? В любых вообще? В любых Главное на футбольном поле Главное на футбольном поле Не нужно варежки шить в колонии Ну, у меня ощущение, что через два месяца это все завершится На самом деле Мне кажется, там серьезнее все-таки Хотя гадать мы тут можем долго Может быть и так Может быть и так Но все решит суд Как решит, так и решит Вопросов нет Но я бы вот за то, чтобы Ну, скажем так, чтобы не сажать Наказать деньгами при этом Самым жестоким образом Вот такая моя позиция Перейдем к следующей теме Тоже животрепещущей Очень актуальной К отставке Или увольнение Как правильно сказать? Отставка? Увольнение 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 Карреры Почему понятно всем? Ну, как хотелось бы Ну, давайте кому непонятно все-таки Объясним ситуацию Более подробно, да Экспертное мнение узнать по этому поводу Нет, ну, скажем так Массимо после чемпионского сезона Он к этой отставке Шел когда-то быстрее Когда-то медленнее Но, скажем так Более широкие и быстрые шаги Он начал делать В конце прошлого сезона Когда в самом последнем туре Проиграв Динамо на своем поле Упустил прямую путевку В Лигу чемпионов Спартак занял третье место А не второе И попал не напрямую В Лигу чемпионов А в отборочный турнир В этом самом отборочном турнире Уже летом Когда начался новый сезон Команду умудрилось проиграть Не хватающему с неба звезд Паук Греческому Это еще один серьезный шаг Потому что одной из задач на сезон Являлось Попадание в групповой турнир Лиги чемпионов Она была провалена Ну а дальше последовали В РПЛ Три поражения подряд На своем поле При всем уважении К этим клубам От середняков Плюс Поражение в Лиге Европы На выезде Но тем не менее От Рапида Ну и терпение Вот после Арсенала У руководства лопнуло Ну вот я кстати предлагаю разобраться Немножечко в том Почему это произошло Но все это произойдет Друзья после небольшого перерыва Будьте здесь Страна ФМ и Спортэкспресс Представляют Стране о спорте Лайф Стране о спорте лайф Продолжается в гостях У нас руководитель новостной службы Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Еще раз доброе утро Доброе Массим Каррера Значит все было Ну грубо говоря Да все было очень хорошо Потом вдруг стало все очень плохо Где сбой в системе произошел В какой момент Из-за чего вообще Ну насколько я вот понимаю Ситуацию А именно что касается Спартака Я ее знаю неплохо В какой-то момент У Массима стал пропадать Контакт С одной стороны С коллективом Ну то есть с футболистами С другой стороны С клубом Ну то есть понимаете С двух сторон С администрацией Ну с клубным руководством И если осенью прошлого года Вот это пике В которое Спартак попал Он из него смог вырулить И восстановить До какой-то степени По крайней мере Отношения с игроками И с руководством тоже То потом Попав еще раз в него Вот уже не смог выплыть Это одна из причин Да-да-да А что там за история у него С Денисом Глушаковым Потому что вот сейчас Денис Глушаков Написал якобы слова Что спасибо там За время проведенное вместе А дочь Каррера Очень эмоционально отреагировала Из разряда Ты там серьезно это написал Ну то есть было понятно Что она относится к этому Очень предвзято Ну скажем так Денис Один из тех Кто Представляет А может быть Самый яркий представитель Назовем это так Антикарреровского лобби Среди футболистов Спартака А вот это было изначально У него Или Нет я думаю В процессе все-таки Образовалось Потому что чемпионский сезон Почему Спартак стал чемпионом В том числе и поэтому Как один из факторов И один из главных факторов Они реально были семьей Не было ни группировок Ни деления русский Легионер Тренерский штаб Как единое целое В какой-то момент Вот после Титула Видимо Команда Вот как единый коллектив Не прошла До определенной степени Испытания медными трубами Это началось После чемпионского сезона Так называемый Постчемпионский синдром И в том числе Вот Как Отображение этого Как одна из сторон Вот Охлаждение отношений Да Так вот Денис Когда все это началось Он Да Он может быть одним из самых Ярких представителей Являлся До поры До времени Это не выносилось На публику И Как бы Для общественности И для болельщиков Все было хорошо Но Фитилек Он тлел Тлел-тлел И после вот Известного поста Дмитрия Назарова Известного Болельщика Спартака Где он стихи написал Да И популярного актера Где он критиковал Резко Карреру Глушаков лайкнул Сказал потом Я лайкнул на автомате Потому что знакомый человек Ну все это Вызывает Некие сомнения Был отправлен В дубль И на фоне этого Он пишет Какие-то благодарности Но Как бы Я понимаю Дочерей Карреры Потому что Младшая дочка Поддержала Старшива Но все равно Как-то рассуждать На уровне Поставил лайк Или не поставил Слушайте Ну знаете Я вот правда Я на автомате Все лайкаю Вот Владислав Не даст соврать Я все лайкаю А я всегда говорю Ты сначала прочитай И что там вообще Ну нет Ну у меня вот Гленте люди Они что-то размещают Смотрю фотографии красивые Я иногда Просто не читаю Давайте так Мы живем Не в девятнадцатом И даже не в двадцатом веке Соцсети Сейчас Ну это не все Но это очень много И людям публичным А футболисты Тренеры Естественно Люди публичные Надо все-таки следить За тем Что ты лайкаешь Есть корпоративная Командная солидарность Есть какая-то этика Да Она была в данном случае Нарушена Намерена Нет Вопрос второй Но то что В молодежный состав Был переведен Глушаков и Ещенко Ну вот они вдвоем Мы говорили про Глушаков Вдвоем Ну тут Как бы клуба Вопросов нету Никаких А как будут развиваться События Они теперь вернутся В основной состав Кто возглавит Спартак Ну кандидатов Несколько Ну про Черчесова Сейчас говорят Говорят про Черчесова Говорят про Леонардо Жардима Португальца Недавно уволенного Из Монако Но до этого Работавшего С Монако Блестяще Я думаю Что сейчас Определенности Нет ни по одной Из кандидатур Черчесов Герой нации Орденоносец Из рук президента Этот орден Получивший Более того После чемпионата мира Вот в Лиге нации Сборная играет здорово Контракт у него нормальный Зачем ему это надо? Зачем ему это надо? Ну тут может быть Он не захочет сам совмещать А потом там юридические моменты Это с одной стороны А с другой стороны Пока доподлинно неизвестно Возможно присутствует этот пункт В контракте с РФС О совмещении А возможно и нет И если его нет Тогда и разговора как бы нет Но такие прецеденты были же Да уже Когда совмещали тренера Да бывали Олег Иванович Романцев Например Достаточно долго совмещал Леонид Викторович Слуцкий Совмещал работу в сборной И в ЦСКА Но если мы помним Ни к чему хорошему Это не привело на самом деле Посмотрим Безусловно Спартак будет Пытаться В кратчайшие сроки Подписать нового главного тренера Потому что невозможно Без руля и без витрил В то что Исполняющий обязанности Сейчас назначенный Испанец Рауль Рианча Повторить путь карреры И закрепиться в роли Главного тренера Я категорически не верю Более того Я почти не сомневаюсь Что когда будет назначен Новый главный тренер Вот эта бригада Из двух испанцев Она тоже Спартак покинет Практически у меня нет сомнений Вот Но посмотрим Как будут развиваться события Другое дело Что Готового кандидата У Спартака сейчас нет Вот я хотел как раз спросить Помимо Черчесова Кто бы сейчас Ну чисто гипотетически Мог бы возглавить клуб Нет Ну если уходить В теорию То Полмира Бесконечный количеств Да Бесконечный количеств Я из наших имею ввиду Все таки Из наших я думаю Только Черчесов Только он да Все таки на первую Ну я думаю что Что да Что другие просто Не рассматриваются Говорили о Леониде Слуцком Но ему по-моему Вполне комфортно На западе И он в Россию Возвращать Не стремится А я напомню Что он Витас Сейчас голландский Да да Возглавляет Ну и потом Тут надо понимать Человек Долгие годы Работавший в ЦСКА Мы например Романа Еременко Видим что Предан человек Анафеми И со стороны Болельщиков Спартака И со стороны Болельщиков ЦСКА Это очень непросто Все Ну а вот Увольнение для Каррера Это было неожиданностью Или все таки Это как-то Потому что Мы-то об этом Ничего не знали практически Но слухи ходили Да Потому что Все таки Пошли неудачи за неудачей Но тем не менее Я бы так сказал Каррера Был к этому готов Внутренне Это 100% Терять ему нечего Потому что Он получит Приличную компенсацию Он понимает Что он тренер И если он не дает результат То тренеры меняют 100% И никаких истерик Ничего у него не было И он был готов К этому сценарию Еще с начала сезона Памятуя о том Что задачи На прошлый сезон Были не выполнены Ну и уж тем более Без работы он тоже не останется Ну а вот это вопрос Вопрос на самом деле Вопрос Насколько я понимаю Вот если Условный Черчесов Да не условный А просто Черчесов Как пример Не мыслит себя Никем уже Кроме главного тренера То Каррера Поработав Главным тренером Пока только в Спартаке Я так понимаю Ментально Еще не стал Главным тренером По жизни То есть говоря Проще не дорос Еще пока Ну условно говоря Если Антонио Конте Который сейчас Без работы И у которого Каррера работал В Ювентусе В штабе И в сборной Италии Сейчас Получит Какое-то хорошее место Какой-то хороший клуб И позовет Карреру Я не исключу Что Каррера согласится Друзья Я предлагаю Прерваться вновь Ненадолго И через несколько минут Мы к вам вернемся Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф У нас сегодня Огромное количество Интереснейших тем Напоминаю 8909 928 189 И 9 У вас еще есть Возможность задать вопрос Ватсап Айбер СМС Сообщение Ну а в гостях У нас руководитель Новостной службы Издательского дома Спорт Экспресс Вячеслав Короткин У нас такая привычка Мы все время здороваемся Целый час Доброе утро Я хотел откатиться Немножечко Начало нашей беседы Потому что полез Сейчас в перерыве И мы же говорили о том Что Кокорин и Мамаев Сидят по двое Ну не вместе в смысле А по два человека Ну в камерах В двухместных камерах Недавно Кокорина перевели В общую камеру СИЗО Он значит находится С еще одним человеком Которым 30 лет Живет в Москве Родился так Не важно До заключения работал Менеджером в компании Это очень интеллигентный человек С доброй души соседов Имеется ввиду А не какой-то опасный преступник В прошлом не был судим Но якобы они нашли И он ходит Что самое интересное В футболке Спартака Ну Несмотря на то Пути Господни неисповедимы Какой-то зенитовец В общем Ну вот А насколько я понимаю Вообще уголовно-процессуальным законодательством Запрещено тех Кто впервые обвиняется В совершении преступления Помещать в следственном изоляторе С теми Ну кто не впервые Да Может быть не с рецидивистами Я не знаю рецидивист с какого момента Не настолько юридически подкован Но вот те кто впервые Они должны вот вместе Насколько я помню Ну вот так вот как-то все происходит Ну мы с вами все Скандалы, интриги, расследования Давайте вернемся прямо к игре К основной Не около спортивной темы А сейчас же у нас сегодня Кто-то об этом еще помнит Ну я помню Что кто-то с кем-то играет Сегодня ЦСКА А мы об этом сегодня рассказывали Сегодня играет Акинфеев Потому что он получил две желтые В итоге красную Пропускает два матча А сегодня второй кстати матч получается уже Третий в группе Нет-нет-нет У Акинфеева я имею ввиду Нет, а у него первый и единственный А, он один пропускает За две желтых карточки автоматом Один матч Вот как раз сегодняшний И вот, да В Лиге чемпионов приходится На вот матч с Ромой Давайте про Ильюа Памазуна поговорим Как он? Он выстоит? Он молодец? Здесь очень многое будет зависеть От того, как сыграет оборона Армейцев Причем в первые минуты Потому что Ну так обычно происходит Как правило В матчах Еврокубка Хозяева хотят Вначале решить вопросы Ну условно говоря Там к пятнадцатой минуте Ну кстати мы Реалу на какой минуте забили? Да вот и ЦСКА Реалу забил По-моему на пятый Что-то такое Или на восьмой Очень быстро И в итоге выиграл Ну Реал это другая история Это все-таки Мега супер гипер фаворит Был в том матче И честь и хвала армейцам Которые победили Такой клуб Пусть даже уже и без Роналду Да Но римляне наверняка Поначалу захотят Ну не обеспечить результат А сделать некий задел И вот здесь Для молодого вратаря Чтобы он почувствовал уверенность Очень важно Чтобы грамотно и четко играла оборона И ему помогала Ну то есть условно говоря Не оставляли его на растерзание Если получится Я не исключаю Что у армейцев Все сложится хорошо И в Риме Потому что команда На самом деле симпатичная Еще не совсем стабильная Но скажем так Растки Очень интересной игры Безусловно Виктор Гончаренко Уже поставил Ну посмотрим Как это будет сегодня Да безусловно С Акинфеевым Шансов Объективно говоря При всем уважении К Памазуну Было бы больше Но Памазуна молодой же совсем Да И у него опыта Совсем не так много Ну не очень большой У него опыт Да Он по-моему Один раз Или пару раз Подменял А Акинфеева Делал это Насколько я помню Не слишком удачно Но что ж теперь Крест на всю жизнь ставить Посмотрим Как будет сегодня Почему-то в армейцев верится А кто может отличиться Давайте по фамилиям Кто отличится Памазун Ну ну Памазун То он обречен отличиться Куда ему деваться Я думаю Что в нынешнем составе ЦСКА Можно с закрытыми глазами Если мы выносим За скобки Акинфеева Который сегодня не играет И который отличается В каждом матче Выручая армейцев Можно говорить Точно совершенно Что ну отличиться Не отличиться Но не провалится Марио Фернандес Блестящий футболист И вот есть такое Небольшое отступление Делать Я вспоминаю Как бразильцы играли На чемпионате мира И у них Некий Фагнер Я думаю фамилия Мало кому что говорит Играл справа В обороне Так вот Я думаю Что смотрели Тренер сборной Бразилии На то Как выглядит Марио Фернандес И кусали локти Ну великолепный футболист И в отличной форме Находящийся Это раз Безусловно Влашич Очень хороший парень Хорват Ну и я думаю Что Чалов Лидер Бомбардирской гонки РПЛ Может выстрелить И в Лиге чемпионов Почему нет Ну будем Болеть за наших Надеемся победу Вячеслав У нас буквально минута осталась Быстренько успеем пробежаться По внутреннему чемпионату Чего там как Обстают у нас дела Ну я помню Что Зенит лидирует Краснодар идет вторым А дальше там Начинается Кутерьмация СК Локомотив Спартак Во что все это выльется Зенит ведь тоже В последнем туре проиграл Просто на фоне Отставки Карреры Это как-то отошло в тень Да Пока ничего не понятно У Зенита большой отрыв Но нету Четко поставленной игры Во что это все выльется Предсказать пока Очень сложно А потом в прошлом сезоне Тоже у Зенита был в начале Большой отрыв Насколько я помню Да А закончилось все Победой локомотива Да абсолютно иначе Ну что будем заканчивать У нас в гостях Сегодня был Руководитель новостной службы Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Вячеслав огромное спасибо Вот мы уже говорили о том Когда приходится встречаться Сразу у нас огромное количество тем Надо чаще встречаться Надо часто встречаться Да я на это намекаю Спасибо еще раз До новых встреч С вами мы были Валерий Майорова И Влад Кутузов Ну а совсем скоро здесь появится Лиза Калинина и Роман Шахов Всем пока и до завтра В стране о спорте Лайф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова